Безопасность в творчестве. Завершился областной конкурс «Дорога, безопасность, жизнь» среди учащихся профессиональных организаций. Этот конкурс уже третий по счету. На первом этапе участники соревновались в своем учебном заведении. Теперь подведены итоги состязания между ребятами со всего региона. Мы просмотрели более 70 работ по 7 номинациям. Это и сочинение литературное творчество, это и фотографии, это и презентации, и видеоролики. То есть очень-очень много интересных работ, которые с разных, так скажем, ракурсов освещают проблемы безопасности дорожного движения. В прошлом году было только 4 номинации. В этом добавили еще 3. Участников, которые могут всячески проявить себя и рассказать о ПДД в самых разных формах, становится все больше. Да и подход у конкурсантов все более креативный. Некоторые не останавливаются на одной номинации и предоставляют свои работы сразу на два направления. Конкурс не требует никаких сверхнавыков. Нужно было просто предоставить тематические фотографии на дорогу безопасной жизни, то есть на правила дорожного движения и написать сочинение с литературным уклоном тоже по безопасности на дороге. Мне очень понравились тематические фотографии первого места, победителей первого места, потому что я увидел на них действительно предостережение, то, что должен был показать фотограф с точки зрения безопасности на дороге. Немало на суд жюри представили и агит плакатов. В каждом из них ребята постарались рассказать о правилах поведения на дороге и предостеречь от их нарушения. Впечатляют и технические модели. Участники словно воссоздали различные уголки своих городов. Мы сделали тесто соленое и из него по теме делали фигуры, транспортное средство, безопасность, то есть там расположены, где должны правильно находиться люди, машины, то есть светофоры, знаки, где правильно останавливаться, где правильно переходить дорогу. Авторов лучших работ наградили почетными грамотами, а остальные попытают удачу в следующем году. Четвертый конкурс, обещают организаторы, будет еще интереснее.